Девушки отдыхают Девушки отдыхают И слегка взбалтываем смесь И вот она ожидаемая реакция Ничего себе вулкан! Цвета потрясающие! Только не повторяйте у себя дома Попробуем сделать другую смесь Вновь вливаем моющее средство В 30% перекись водорода Несколько капель красителя И капли для глаз Йодит Кале Разбалтываем Отходим И ждем реакции Можно продолжать его раскрашивать Разными цветами Будьте готовы Яркой пены будет очень много У нас получился огромный пенный вулкан Обычно песком тушит огонь У нас он будет гореть сам Не веришь? В небольшую миску насыпаем песок Поливаем бензином или жидкостью для костров Нам понадобится ложка соды И две ложки сахара Высыпаем на песок И поджигаем Сахар и сода постепенно становятся похожи на лаву Извергающегося вулкана Постепенно лава принимает причудливые формы Каждый раз смесь ведет себя по-разному Разве можно было предположить Что сахар и сода могут превращаться в таких невероятных монстров? Впечатлило? Нас тоже! Но все материалы горючие С ними нужно быть предельно осторожными Дома уж точно не стоит такое пробовать Опять поиграем с огнем Сделаем горящее сердце И пылающую надпись Возьмем доску, обернутую фольгой И гелевый антисептик для рук Наливаем гель Можно постараться нанести определенный рисунок или надпись Поджигаем сердце Гель содержит спирт, поэтому сердце горит Пылающая надпись получается очень впечатляющая Часто показывают, что такое пламя можно взять в руки Мы попробовали, можно, но только на очень короткое время Одна-две секунды, не больше Если не рассчитать и передержать огонь в руках, можно сильно обжечься Не рекомендуем такое пробовать на себе Да и жечь такие надписи в домашних условиях Сомнительное занятие Зажечь свечу от дыма? Думаешь, невозможно? Еще как возможно Только раз на десятый Тушим свечу И зажигаем дым Еще раз После нескольких попыток все-таки получилось На самом деле все предельно просто Дело в том, что в свече горит не фитиль, а испарение материала, из которого она сделана Воск или в данном случае парафин Дым – это те же испарения, которые моментально воспламеняются и зажигают свечу Горящие купюры? Никаких денег не хватит, чтобы ставить такие эксперименты Ой, что это? Она не сгорела? Как такое возможно? Берем медицинский спирт и воду в равных частях Помещаем в раствор любую денежную купюру Хорошо пропитываем Достаем пинцетом, даем стечь жидкости И поджигаем Пламя моментально охватывает всю купюру Отличный трюк Деньги на месте целые и невредимые Секрет в том, что сгорает только спирт Поэтому пламя мгновенно вспыхивает Но также быстро гаснет Как только весь спирт выгорит Вода, которой пропитывается купюра Надежно защищает ее от огня Этот фокус очень зрелищный Но есть шанс обжечь руки и спалить квартиру Следующий эксперимент смотрится очень впечатляюще Только представь себе медузу горгону С ползающими змеями на голове Берем таблетку сухого спирта Выкладываем на нее 4 таблетки глюконата кальция Его можно найти в любой аптеке И стоит он недорого Поджигаем спирт При горении глюконат кальция Начинает расти прямо на глазах Он изгибается, закручивается Напоминая живое существо Смотрится жутковато Сходство с мифическим чудовищем просто поражает Опыт эффективный, но делать его дома не рекомендуем Дышать парами спирта удовольствие не из приятных На улице же можно с легкостью подпалить сухую траву или листву Если тебе еще нет 16-ти, лучше делать это со взрослыми Сообщение, написанное невидимыми чернилами Также из разряда безопасных развлечений Нам понадобится бумага Молоко И кисть Обмакиваем кисть в молоко И пишем то, что хотим скрыть от посторонних глаз Пусть это увидит только получатель Нагреваем бумагу Для этого можно использовать свечу Или положить в духовку Нагретую до 180 градусов А еще можно накрыть лист тканью И прогладить утюгом Наши невидимые чернила проявились И надпись можно прочесть Это один из наиболее безопасных экспериментов Нужно только аккуратно держать бумагу над свечой Чтобы она не загорелась Как с помощью обычного стакана Повернуть стрелку в обратном направлении Рисуем стрелку А задачам подругу Похоже у нее ничего не получается Придется помочь Ставим стакан перед стрелкой И наливаем воду Оп! И стрелка поменяла направление Этой простой и забавной оптической иллюзией Можно здорово повеселить друзей Спорим, можно одним пальцем Вытянуть купюры из-под монеток так Что они останутся на бутылке Горлышко бутылки накрываем купюрой А сверху кладем две монетки Попробуем убрать купюру Чтобы монеты остались на месте Ха! Получилось! Нет, так не пойдет Одним пальцем В этом трюке главное Не забыть намочить палец И сделать максимально резкое движение Тогда купюра прилипнет И выскочит так быстро Что монеты останутся на месте Бутерброд всегда падает маслом вниз А спичечный коробок? Как ему захочется! Попробуем поставить его на торец Для этого достаточно его немного выдвинуть Супер простой трюк Который можно показывать где угодно Ну а что если под рукой нет даже спичечного коробка? Только пустая бутылка колы Она тоже подойдет для фокуса Кидаем в бутылку смятую крышку Кладем ее в горлышко И дуем Как ни странно, крышка не падает обратно А вываливается из бутылки Следующее мыло будет нереально воздушным и объемным Словно волшебное облако Нам понадобится пена для бритья От ее количества будет зависеть размер нашего мыла Хочется сделать его побольше К слову, не все виды пены для бритья дают нужный результат И лизуны могут отличаться Самый удачный у нас получился с пеной жилет Добавляем 100 граммов клея ПВА Который можно заменить силикатным клеем 2-3 столовые ложки прозрачного гелия для душа Вливаем акриловую краску Можно также использовать гуашь или пищевой краситель Размешиваем до получения однородной массы Ммм, получился просто волшебный цвет Очень напоминает мороженое Добавляем немного борной кислоты Смесь начинает понемногу загустевать Теперь можно начать вымешивать нашего мыльного лизуна руками Ощущения невероятны, словно облако держишь в руках Приготовление этого мыла точно снимает стресс Если лизун получился слишком липкий, можно добавить еще немножко клея Либо в самом конце несколько капель тетрабората натрия Но только когда уже лизун готов, иначе ничего не выйдет Немного терпения и мыло можно использовать по назначению Оно не липнет к рукам, имеет невероятный объем Жаль, что оно совсем несъедобное Выглядит очень аппетитно Да и прыгает как огромный мячик С ним так весело играть, он как живой Время летит незаметно Совсем забыли, для чего мы делали нашего невероятного голубого лизуна Проверим, как он пенится Все отлично Как мыло, он тоже работает на 5 с плюсом Такой необычный лизун с приятным ароматом Может стать хорошим подарком Подписывайся и приглашай друзей Кликни лайк и жми на колокольчик Смотри новое видео в числе первых Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!